Здравствуйте, меня зовут Александра Чудинова и в продолжении моих лекционных дискуссий я предлагаю с вами сегодня поговорить об этике. Есть понятие этикета, а есть понятие этики. Это разные понятия, но у них есть общая цель, это предоставить людям правила и нормы поведения людей в обществе. То есть этикет говорит о том, чтобы мы стали вежливыми, порядочными людьми, когда мы взаимодействуем с другими людьми. Этика регламентируется определенными положениями о том, в каких условиях мы находимся, допустим, и к какой профессии мы принадлежим. Допустим, если вы инженер, предприниматель, вы находитесь в различных условиях своей деятельности, и ваша этика, она регламентируется нормами поведения согласно вашей профессиональной деятельности. Далее, в следующих дискуссионных лекциях мы с вами поговорим о конституционных ваших правах, Конституции Российской Федерации, и далее перейдем к всеобщей декларации прав человека. Итак, по поводу этики. Этика вам в помощь, потому что с помощью этики мы определяем, профессионально пригоден специалист или нет. Нормальный этот человек, ментально здоровый или нет. Профпригодность определяется именно нормами поведения, которые регламентируются этикой, профессиональной этикой. И в нормальных компаниях вам свод правил профессиональной этики должен быть предоставлен, когда вас принимают на работу совместно с контрактом, когда вас приглашают на работу и принять свои, обязывают принять свои должностные обязанности. Поэтому о профессиональной этике. Когда люди взаимодействуют в коллективе, очень важно регламентироваться своей речью определенными постановками. Постановками речи в основном. То есть как мы общаемся. Мы с вами не тыкаемся, мы с вами уважительно относимся друг к другу. Это моя терминология, которую я применяю в правилах тыканья, потому что есть в русском языке конкретно. То есть когда я говорю на английском языке, я принимаю на себя ответственность разговаривать соответственно этикету британскому, либо канадскому. У нас есть в лингвистике определенные подразделения по языковой категории, в том числе английского языка. Мой родной второй язык это английский. Я его считаю таковым, потому что я приняла на себя свои определенные обязанности и уважаю очень британскую речь, американскую речь. Потому что именно если мы говорим о объединенных нациях, изначально эта организация возникла в Соединенных Штатах Америки. Поэтому честь этой стране. За то, что у нас есть всеобщая декларация прав человека. Итак, об этике. Общаясь на тыканье, это когда вы говорите ты. Если у вас есть руководитель, обязательно общение на вы. Потому что иначе это считается неуважением. И почему-то многие компании даже об этом не знают. Но это о русском языке. Потому что у нас есть с вами определенные события в России, которые повлияли на русский язык. И на другие нации, конечно же. То есть общаемся на вы. Если вы уважаете своего коллегу, обращайтесь на вы. Это очень важно. Всегда необходимо понимать, когда вы общаетесь, вы не перебиваете. Это очень важно. И когда мы говорим о дебатах, я владею профессиональными навыками проведения дебатов и участия в дебатах. Потому что у меня есть образование. У меня был такой предмет. И поэтому, когда люди, вы смотрите, допустим, у меня был опыт посмотреть передачу, когда проходили дебаты. Это нарушение правил дебатических кругов, назовем это так, сессий. Поэтому обязательно выслушайте своего оппонента. Если что-либо вам не нравится, вы всегда имеете право, смотря в какой вертикали вы находитесь. Написать соответствующую жалобу, либо претензию на человека, если он к вам неэтично относится, либо непрофессионально. Профессионализм, он оценивается не только в качествах, когда вы знаете что-то. Допустим, я профессионал дизайна, я профессиональный преподаватель. Потому что я обладаю всеми знаниями, которые позволяют мне заниматься своей профессией. Но личные качества — это тактичность, уважение, ответственность. Вот мы с вами говорили социальная ответственность. И ответственность есть за свою позицию. Допустим, вы занимаете в компании, и вы понимаете, что у вас по должностным вашим обязанностям есть определенная ответственность. Сделать отчет вовремя, допустим, либо еще какие-то действия. И быть внимательным, допустим. Внимательность — это одно из необходимых качеств, оценивающих профессионализм. И в каждой индустрии профессиональной этика регламентируется как раз такими положениями. То есть есть какие-то общие для всех видов деятельности, а есть, конечно же, для определенной сферы деятельности. В соблюдении вертикали. То есть есть понятие руководителя, есть понятие подчиненного. Очень этично, перед тем, когда вы совершаете какие-либо действия, которые не входят в ваши должностные обязанности, этично спросить у руководителя, правильно вы поступаете или нет. Потому что иначе из-за вашего неэтичного поступка может это отразиться на руководителя. Вы теперь понимаете поводу этики. То есть самый главный определяющий профессионализм и профессиональной этичности и вашей пропригодности — это элементарные знания о вежливости, уважении, порядочности, ответственности. То есть вот эти вот четыре характеристики позволяют вас оценить как отечного человека, в том числе, какие позиции вы принимаете в рабочем состоянии. Допустим, в этикете вы можете это найти, но это должно быть с базового образования школы. Этично вы подаете себя в обществе, показываете себя или нет. И в том числе это позволяет оценить ваш профессионализм. Поэтому благодарю вас. И если у вас есть какие-то вопросы, потому что их много, в теории и этике существуют подразделения на профессиональную деятельность, существуют определенные задачи, которые необходимо решать для определения. А вот это этично или нет? Обсуждение сотрудника — это очень неэтично. Именно обсуждение не профессиональных качеств, а личных. И запомните это, пожалуйста. И нужно, чтобы люди это все стали понимать. Я буду рада, когда у нас появится больше профессионалов в обществе, этичных людей. Благодарю вас. И в следующих сессиях, как я сказала вначале, рассмотрим конституционные права и декларации прав человека. Благодарю. С вами Александра Чудина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok